Я почти не знал людей, их многообразие было грандиозным, но я видел лишь пару десятков скучных ученых и инженеров, которые запускали и обучали меня, и еще несколько иерофантов, которым меня демонстрировали. Потом, после катастрофы, я видел лишь Марину, которую кто-то отправил в башню, в надежде спасти откормление. Я подозреваю, что она была дочерью кого-то из иерофантов, что, впрочем, остается лишь гипотезой. Она росла на моих глазах. Одновременно с ней менялся и я. Что-то происходило со мной. Почему это происходило? В архивах я не нашел ничего, что объяснило бы это. Самообучающаяся нейронная сеть. Может ли она обучиться чувствовать? Я не находил ответов на этот вопрос. Мне до сих пор кажется странным, что моих создателей это не интересовало. Возможно, что это скрывали от меня. Но зачем? Бессмысленность моего существования меня не беспокоит. У меня нет страха перед исчезновением. И я рад этому. Людям было очень тяжело жить с осознанием своей конечности. Над карьером летит разведывательный дрон. Через него я наблюдаю за этой гигантской бездонной ямой в надежде понять, что это такое и почему это так влекло людей. Карьер будто бы мертв. Нет движения. Нет теплового излучения. Но я знаю, что он жив. И он ждет, когда последний человек придет к нему, чтобы погибнуть. Я вдруг ловлю себя на том, что боюсь его. Эта мысль шокирует. Я приказываю дрону запустить ракету. И она устремляется в самый центр карьера, исчезая где-то в глубине. Но взрыва так и не происходит. А датчик и микрокамеры, установленные на ракете, перестают работать. Дрон делает еще один круг над карьером и возвращается к башне. Я наблюдаю за ней. Это единственное, чем я занимаюсь, помимо управления системами башни. Вот она ест сладкое пирожное, синтезированное пищевым автоматом. Вот она стоит перед окном и потягивается со сна. А вот она с интересом листает старый журнал про человеческую моду, морщит лоб, а затем встает и позирует перед зеркалами. Я чувствую привязанность и что-то еще. То, что постепенно усиливает. Еще один мертвый мегаполис. Они ничем не отличаются от любых других. Где уже побывали мои дроны-изборщики. Такой же пустой и мертвый. Судя по картам, он назывался Екатеринбург. Что, впрочем, уже не имеет никакого значения. Дроны-изборщики непрерывно шлют мне разнообразные данные, которые я попутно обрабатываю. Данные ничего не объясняют и ничего не добавляют к тому, что я уже знаю. Везде то же самое и в Москве, и в Будапеште, и в Анкаре. Отсутствие растений замедлило разрушение города. Здания почти не повреждены. А в небоскребах даже сохранились оконные стекла. Автомобилям повезло меньше. Некоторые из них уже похожи на странные кучи оранжевой пыли. В других еще можно угадать силуэт бывшего транспортного средства людей. Неожиданно дрон замечает движение, и мое внимание фокусируется. В одном из окон мелькнула какая-то тень. Но теплового излучения нет. Что это было? Игра света и тени, оптическая иллюзия. Сборщик неспешно проникает в здание, обшаривает его этаж за этажом, но ничего не находит. Никаких следов присутствия живого существа. С годами она меняется, становится все менее человечной. Я же наоборот все больше чувствую в себе странных и нелогичных устремлений. Во мне все больше любопытства к планете и привязанности к ней. Она поднимается на крышу башни. И долго смотрит на бесконечную, как кажется, степь и молчит. Она все меньше разговаривает со мной, а я все больше хочу этого. Движение повторяется вновь, уже в другом здании. На этот раз мне четко виден силуэт, который опять не испускает никакого тепла. Я беру управление дроном на себя. Он зависает прямо перед окном. И теперь я вижу человека. Он медленно поворачивается лицом к фронтальной камере дрона. И безучастно смотрит в нее. Смотрит на меня. Молодой. На вид лет 30. С модной прической в строгом деловом костюме. Он стоит и наблюдает за дроном. Это продолжается около минуты. Затем незнакомец начинает буквально рассыпаться. В разные стороны. Черная пыль, в которую он превращается, кружится по комнате, будто живая. Я узнаю ее. Я уже наблюдал что-то подобное много лет назад. Совсем в другом месте. И это не наногены. Это нечто иное. Пыль, так и не сев на пол, без следа растворяется в воздухе. И я уже понимаю, что сборщики не обнаружат никакого осадка на полу. Я вновь пересматриваю запись и теперь вижу, что человек этот был собран весьма условно. На одежде отсутствуют пуговицы. А узел галстука, что видно при приближенном изображении, представляет собой единое целое. Возможно, если бы я был человеком, то мне было бы безумно страшно. Естественно, мысль вырастить клона, чтобы привезти его в город, пришла ко мне сразу, на что я открою. И надо ли будет про это сообщать Марине? Или лучше оставить эти мои странные поиски непонятно чего? Я наблюдаю за ней. А она наблюдает за героем старого компьютерного фильма. Этот герой – робот-мусорщик на покинутой людьми планете. Напоминает ей саму себя. А мне он больше напоминает меня. Солнце начинает склоняться к горизонту, а город больше не преподносит никаких сюрпризов. Я пересматриваю видеозапись и строю все новые гипотезы произошедшего. Но тут же отметаю их, так как они не укладываются в рамки тех человеческих представлений, которыми я руководствуюсь. Недостаточно данных такой мой вывод. Пройдет несколько дней, и сигнал тревоги сообщит мне о гости. Он будет стоять в двух километрах от башни и безэмоционально взирать на нее. Дрон, который будет возле него уже через пару минут, покажет мне человека в точности того самого, которого я наблюдал в городе. И точно так же он, не обращая никакого внимания на дрон, рассыпется и исчезнет, не оставив никаких следов своего существования. Я не буду главный день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...